Только с 25 по 27 июня в станице Северской по адресу улица Комарова 1 Краснодарская глазная клиника New Vision окажет услуги по комплексной диагностике состояния здоровья глаз на высокоточном современном оборудовании, консультации квалифицированных специалистов, лечение катаракты, глаукомы и глазного диабета, использование технологии лазерной офтальмохирургии. New Vision – это современные технологии и профессиональный подход. Записаться на прием можно по телефону 8-964-929-9988. Праздник улицы – добрая традиция прошлого, к сожалению, почти забытая в наши дни. Худыны – одна из немногих, если не единственная улица станицы Северской, где ее до сих пор чтут. Каждый год, 17 июня, все жители собираются вместе отмечают день рождения родного уголка. Улица появилась в 1985 году и носит имя героя социалистического труда главного агронома колхоза «Завет Ленина» Гаврила Андреевича Худыны. Разрешите вас всех поздравить с днем вашей улицы. Ваша улица прекрасная и стала уже добрая традиция, что мы собираемся здесь у вас на вот такой праздник совместный. Вы очень активно участвуете в обустройстве вашей улицы. У нас прекрасная с вами площадка, которую построили уже, наверное, с десяток лет. Она только становится краше и краше. И совместными усилиями этого мы достигаем. 17 июня – это двойной праздник для квартальной улицы Худыны Валентины Зариповой. В этот день она отмечает день рождения. Женщина уже больше 30 лет является квартальной. Благодаря неуемной энергии улица всегда благоустроена. Я квартальная этой улицы, 32 года квартальная. Все у меня жители хорошие. Поздравляю всех жителей, всех людей, всех администраций, хор, кто помогал мне, помогает проводить такие праздники. Я поздравляю всех жителей нашей улицы, особенно тех жителей, которые пришли сюда жить первыми. И желаю им крепкого здоровья, чтобы они еще долго-долго жили. И чтобы детки их не тоже здесь жили. В этих же домах вместе с нами. Улица имени Худыны заметно выделяется среди других улиц Станицы Северская. Здесь все друг друга знают и поддерживают любой жизненной ситуации. Ведь, как говорят народе, близкий сосед лучше дальней родни. В гостях у повелителя морских глубин. 18 июня в детском лагере дневного пребывания «Апельсин» на базе Центра развития творчества детей и юношества Станицы Северской отметили День Нептуна. Ребята познакомились с морским царем и его владениями, отгадывали загадки на морскую тематику, танцевали вместе с лягушками, пели песни о морях и реках с водяным и пофантазировали на тему подводного мира вместе с русалочкой. На протяжении всего путешествия дети получали фрагменты карты, которая в конце привела их к озорному озеру, где они смогли вдоволь повеселиться. Звонкий детский смех, радостные крики и брызги, летящие во все стороны – весомое доказательство того, что обливания не только закаляют организм, но и поднимают настроение и детям, и взрослым. Вопрос получения гражданства Российской Федерации неизменно остается актуальным для мигрантов из других стран. К тому же, если человек не планирует покидать страну и возвращаться на родину, то можно и не оставаться в статусе иностранца. Стоит вопрос, что делать после получения вида нажительства, в какие инстанции с какими документами обратиться, чтобы оформить статус гражданина России, а также ряда других необходимых документов. Отдел по вопросам миграции МВД России по Северскому району для граждан и жителей Северского района осуществляет следующие государственные услуги. Паспортно-регистрационное направление – это замена паспорта по достижению 20-45 лет, изменение установочных данных, получение паспорта в связи с изменением внешности или пола, а также достижение граждан РФ 14-летнего возраста. Регистрационный учет – это регистрация по месту жительства и по месту пребывания граждан РФ на территории Северского района. Следующую государственную услугу мы оказываем – получение заграничного паспорта сроком действия 5 лет. Пиометрический паспорт нового поколения на 10 лет можно получить в городе Крымске или в городе Краснодаре. Осуществляем прием по продлению временного убежища на территории РФ для иностранных граждан. Прием заявлений на получение временного убежища оказывает и осуществляет Управление по вопросу миграции в городе Краснодаре. Осуществляем также государственную услугу – разрешение на временное проживание и получение вида на жительство на территории РФ в зависимости от возрастной категории иностранных граждан. 55 и 60 лет – это 55 женщин и 60 лет мужчины принимаются в отделе по вопросу миграции. До этого возраста все принимаются в городе Краснодаре Дзержинского 100 дробь 5. Также же осуществляем госуслугу по миграционному учету иностранных граждан, прием уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров и о расторжении трудовых договоров. Лучше заранее подготовить полный пакет бумаг, избегая ошибок, неточностей и других нюансов, которые могут привести к необходимости повторно подавать заявление на получение нужного документа, что затянет процесс оформления. Осуществляем следующие государственные функции. Прием заявлений на приобретение гражданства Российской Федерации. Выдачу патентов на шлене трудовой деятельности иностранным гражданам. Госуслуги мы принимаем лично при обращении в отдел по вопросам миграции. Также мы можем принимать все данные государственные услуги через единый портал госуслуг и через многофункциональные центры Северского района. Через многофункциональные центры Северского района вы можете получить услугу по паспортно-регистрационному направлению, получение паспорта заграничного сроком действия 5 лет, а также первоначальная постановка иностранных граждан на миграционный учет. Весь требуемый перечень документов для подачи заявки на получение необходимых документов можно узнать в отделе по вопросам миграции и у специалистов многофункционального центра, а также на сайте отдела МВД России по Северскому району в разделе для граждан госуслуги. Отделом МВД России по Северскому району объявлен набор граждан на службы в органы внутренних дел Российской Федерации. В нынешних непростых условиях руководство отдела полиции считает необходимым не допустить кадрового кризиса в подразделениях, создать оптимальные условия деятельности сотрудников, одновременно сочетать заботу о личном составе с принципиальностью и требовательностью за конечные результаты работы по защите жителей и гостей района от преступных проявлений. О вакантных должностях рассказал начальник по работе с личным составом Олег Гузик. У МВД по Северскому району требуются кандидаты в органы внутренних дел. Кандидаты до 35 лет требуются впервые, которые проходят на службу. В настоящее время на должности уголовного розыска, сотрудников БЭП, участковых уполномоченных и сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Сотрудникам в органах внутренних дел предоставляется полный социальный пакет, а также способность получить высшее юридическое образование. Основные требования кандидатов – возраст 35 лет, мужчинам и женщинам, наличие полного образования, среднего, среднеспециального, среднетехнического или какого-либо высшего образования. Подробную информацию о порядке оформления заинтересованные лица могут уточнить в отделе МВД России по Северскому району по адресу Станица Северская, улица Комарова, 2. Северская, улица Комарова, 3.